Эта неделя еще не только на события, богатая оказалась, но и на матчи. Просто в этот раз мне в матче недели хотелось включить 2 или 3 матча. И вот Интер Аталанта, 0-0, который завершился, ну конечно, как не включить в матч недели, матч, который завершился 0-0, конечно, один из таких матчей. Очень интересный матч с точки зрения того, как Аталанта попыталась нейтрализовать Интер. На мой взгляд, в этом сезоне еще никто так хорошо Интер плейсингом не душил. И для того, чтобы таким образом придушить Интер, Аталанта сменила свою схему. То есть Гасперини в этом матче играл, по сути, 4-3-3. Несмотря на то, что формально три центральных защитника было у Аталанта, на деле это была схема 4-3-3, просто Джим Сити играл право защитника, не центрального, и четверку очень четко можно было проследить. Аталанты и при прессинге, но вообще там очень сильно все упиралось в персональные ориентировки. 4-3-3 против Интера нужно было использовать для того, чтобы отзеркалить схему у Интера. Отзеркалить ее, потому что у Интера, по сути, 3-4, потому что у Интера, по сути, схема 3-5-2. То есть вот два центральных защитника против двух нападающих, тройка в центре, латерали против латерали и тройка против тройки защитников Интера. Так это выглядело на практике. И еще отдельно, для того, чтобы совсем дисциплинированно и совсем интенсивно прессинговать, Гасперини в этом матче выпустил Пашалича и Песину в тройке атаки. То есть они редко выходят вместе, как правило, есть более креативный игрок на одной из этих позиций. Но с точки зрения работы в персональном прессинге, это, наверное, лучшие опции для Гасперини. И в этом матче его акцент и то, как он отзеркалил схему полностью. Потому что обычно Атланта не отзеркалит ее полностью, а адаптируется. То есть сохраняет свой батис из трех, особенно при позиционной обороне, адаптирует схему в рамках своего традиционного батиса. А тут он именно отзеркалил. Вот использование своих лучших прессинг игроков в атакующей тройке. Тоже это все из одной оперы. И все было нацелено на то, чтобы интерограничить в прессинге. И в итоге мы получили очень-очень интересную прессинг-битву. Территориально Атланта ее выиграла. Территориально Атланта задавила Интер и очень много времени проводила на третье Интера. Но с другой стороны, Интер в этой битве не отступал от своей философии. Интер разыгрывал коротко. Интер не стал упрощать игру. И в итоге мы наблюдали такую войну эпизодов. Часть эпизодов из-за прессинга выигрывает Атланта и может даже из этого извлекать моменты. Вторую часть эпизодов выигрывает Интер. И за счет того, что они хорошо разыгрывают и даже по таким давлениям неплохо им манипулировали. Джека очень здорово опускался, иногда очень глубоко опускался. И были интересные рывки из центра защиты, очень интенсивные. И были моменты, когда Шкринер, который играл центрального-центрального защитника у Интера, шел вообще в опорную зону, пытался за собой уводить оппонента. Есть приемы у Интера, как играть против персонального прессинга. Но Атланта очень хороший персональный прессинг. И в итоге одно столкнулось с другим. И моменты шли в обе стороны. 0-0 очень обманчивый. Хороший перформанс и вратарей. И Муса, и Ханданович в данном случае себя очень здорово проявили. И, наверное, если говорить о позитиве, то можно отметить такое достижение Атланта. Никто еще в этом сезоне так не запрессинговал Интер. Если говорить о минусах, то тут, наверное, стоит отметить, что Джека просто доминировал в штрафной и против Паламина, и против Демираля. И, конечно, не помогало вот в этих эпизодах Интеру, не помогало Атланте, вернее, то, что нужно обороняться при навесах против такого футболиста, как Джека, только с двумя футболистами. Привыкли они по-другому играть при навесах, привыкли они вообще поменьше навесов допускать в свою штрафную. А вот сейчас такая проблема возникла, и Джека был невероятно близок голу. Много моментов у него было в этом матче. Немножко с ними все-таки не повезло, но эту угрозу невозможно не отметить. Ну и еще, конечно, в первом тайме индивидуально он просто разрывал Демираля в дуэлях персональных, а при прессинге Атланте это может быть слишком важным, такие провалы могут быть слишком важными. Но в то же время у Интера был еще и минус. Мне кажется, что Интер мог бы еще лучше использовать некоторые дыры, которые возникали в прессинге Атланте, особенно когда Интеру удавалось быстро дострелять мяч на фланге, и латераль на какое-то время оказывался свободным, пока на него выдвинуться из глубины. В этих эпизодах Интер пытался пользоваться высокой линией Атланте и просто-напросто забрасывать за спину. При прессинге, конечно, Атланта намного выше располагалась, и простор был очень большой. И вот в этой зоне, пока выдвигается латераль Атланте, можно было забрасывать за спину или даже разрезающую передачу делать, но у Интера не было привычного количества опций для того, чтобы открываться. Это то, о чем я раньше говорил, что против высоко прессингующих команд Интер в прошлом году мог использовать вариант с Хакими, мог использовать вариант с Лукаку. Два очень быстрых футболиста. Вот как раз-таки в таких ситуациях, когда буквально несколько секунд, наверное, даже меньше, чем несколько секунд, но время есть на быстрый заброс, и свобода есть у этого футболиста, и высокая линия у соперника есть. А сейчас, когда соперник играет с высокой линией, у Интера меньше вариантов, и это для хороших прессингующих команд бонус. Мне кажется, это может стать серьезным бонусом для Ливерпуля. У Ливерпуля зонный прессинг, мне кажется, под ним Интеру может быть еще сложнее, и вдвойне сложно из-за того, что не хватает людей, которые могут таким образом открываться. Пытался очень дохлые попытки предпринимать Алексей Санчес. В последних матчах он очень хорош, поэтому, может быть, это немножко обидно прозвучало, но ему не хватает скорости. У него неплохой рывок, но дистанционная скорость у него не самая высокая, и это были именно попытки. Кто-то должен был, а некому, и в итоге вот Алексей Синдзаги просил это делать, но в целом это для Интера все еще проблема. Очень хороший матч, обязательно посмотрите, если пропустили. И раз мы застряли на теме Интера, то несколько вопросов еще было. Ольга из Селеграма спрашивает, говорит что-то повторно вопрос про то, не помог ли уход, грубо говоря, не помог ли уход Лукаку Интеру. Как думаете, нынешнему Интеру Лукаку больше помог бы, либо навредил? И тут перечитаются его плюсы и минусы. Плюсы – это скорость, игра спиной к воротам, сыгранность с Лаутара, минусы – это построение команды вокруг одного игрока, возможно, большая предсказуемость. Мне кажется, я косно уже ответил, я не вижу, как Лукаку мог бы навредить. И тут следующий вопрос еще был, пришлось бы Индзаги делать перестройку под Лукаку. Нет, мне кажется, Индзаги очень верно продолжает линию Антонио Конто. Конто уже был встроен идеально, у Конто уже идеально был Лукаку встроен. Думаю, что наоборот, это сейчас некоторые отклонения не от хорошей жизни, но очень хорошо по качеству своей работы делает Тимон Индзаги. Ничего перестраивать не нужно было бы. Лукаку был бы дополнительной опцией, давал бы все эти качества, которые и сейчас дают нападающие. Ну, конечно, если он травмируется, то да, тогда можно было бы говорить про излишнюю зависимость одного игрока. Но в целом, если исходим из допущения, что Лукаку здоров, мне кажется, вот Интеру он бы приносил очень-очень много пользы. Потому что тут все под него заточено, и эту систему Интер не менял. Умышленно продолжал эту линию, просто попытался как-то компенсировать нехватку Лукаку, потому что второго Лукаку по набору качеств найти невероятно трудно. И точно Интер себе такого игрока позволить не может. Ну, и чтобы все это подытожить, вопрос такой был. Насколько Лукаку индивидуальное оружие? Насколько Лукаку можно считать универсальным оружием? Или он человек, который ослабляет свои команды? Мне кажется, что Лукаку можно считать универсальным оружием. Я думаю, даже в Челси, пускай в другой манере, его можно использовать эффективнее. Скорее всего, в такой более фланговой роли, как в сборной Бельгии, если мы рассматриваем систему Челси. Так что я считаю, что Лукаку достаточно универсален. Насколько вообще нападающий такого типа типажа может быть универсален? Потому что он считает качество и силового форварда, и в меньшей степени, но все-таки с его габаритами, нельзя не сказать, что он тоже является еще и столбом штрафной. Просто игра головой долго не была одной из его сильных сторон, но он в этом прибавляет. И форварда типажа, например, Андрей, который открывается на скорости, открывается в пространство между крайним и центральным защитником. И сам Андрей переводил эту аналогию, они в сборной Бельгии вместе работали. Так что Лукаку очень может быть адаптивным. Но все-таки проблема Челси, мне кажется, поскольку вопрос про это универсальное оружие родилось как раз-таки из его опыта в Челси, насколько я понимаю. Проблема в Челси в том, что вообще нет убежденности у меня, что Челси нужен был нападающий. И тем более нет убежденности, что такой дорогой нападающий. Опять же, возвращаемся к концепции «стоит столько-то для такого-то клуба». Потому что для разных клубов цена, стоимость того или иного футболиста разная. Только сможет ли он на 100 миллионов усилить эту команду? Вот в случае Лукаку, мне кажется, ответа точно нет. Вот в этом основная проблема. Ну и в том, что Тухель все-таки пока почему-то не дошел до более оригинального использования Лукаку. Лукаку, похожего, например, на то, что Мартинес делал в сборной Бельгии в очень схожей схеме, где Дебрион играл ложную девятку, а Лукаку очень сильно тяготел к флангу. Диапазон действий Лукаку и его вовлеченность из-за этого сильно сократилась. Поэтому, по крайней мере, понять Лукаку, который там говорит, даже уже, как мы знаем, публично говорил, что его роль другая и не совсем удобная, и Тухель иногда вообще предпочитает другую систему без него. Его можно понять. Не означает, что он должен был высказывать это публично, но тезисы вполне логичные и вполне состыкуются с тем, что мы видели в интере и наблюдаем непосредственно сейчас в Челси.